Привет, друзья! Ставьте лайки и обязательно пишите свое мнение в комментариях. А теперь поехали! Чарльз Клайд Эббетс – легендарный американский фотограф. В своей жизни он попробовал практически все, что хоть немного пахло риском, и в любом занятии достигал успеха. Именно он является автором снимка «Обед на вершине небоскреба», который был сделан на 69-м этаже строящегося Рокфеллерского центра в 1932 году. Эта фотография до сих пор считается самым печатаемым снимком всех времен. Правда, чтобы доказать его авторство, в 20 веке потребовались услуги детективного агентства. Чарльз Клайд Эббетс родился в 1905 году в небольшом американском городке Гатсон, штат Алабама. В 15 лет он начал приближаться к своей цели и устроился работать фоторепортером в местную газету. Однако фотография была не единственным его занятием. Похоже, в детстве юному Чарльзу о многом мечталось. И теперь, вырвавшись из-под родительской опеки, молодой человек не отказывал себе в удовольствии осуществить свои мечты, причем сразу и все. В последующие годы он успел побывать автогонщиком, пилотом, охотником, рыболовом, борцом и даже выиграл местный чемпионат – рестлером, кинооператором и актером. Кстати, несколько его ролей в фильмах были весьма успешны. Однако про главное занятие своей жизни – фотографию – он тоже не забывал, сотрудничая с несколькими изданиями сразу. В результате молодой фотограф заслужил у редактора репутацию отчаянного смельчака, который способен сделать такие снимки, о которых другие даже не смеют подумать. В 1927 году он становится участником очень рискованного ралли по болотам и бездорожью Флориды. При этом делает множество фотографий птиц и животных. Несколько раз его при этом пытались сожрать аллигаторы, и спасала безумного фотографа только фото-вспышка, которая отпугивала хищников. Во время этой поездки Эбетс подружился с индейцами племени семенолов. Те как раз в эти годы конфликтовали с властями, и дружба с известным фотографом оказалась полезна обеим сторонам. Серия уникальных снимков быта индейцев, их традиционных церемоний и невероятные природы этих мест принесли Эбетсу еще большую известность, а коренные племена в результате смогли все-таки привлечь внимание к своим проблемам. Правительством была разработана программа помощи индейцам, а территории их поселения были объявлены национальным заповедником. Богатая коллекция снимков этого периода представляет сегодня огромную ценность для этнографов. Сегодня неизвестно, была ли у знаменитого фотографа какая-то любимая или особая для него фотография. Однако для всех любителей фотоискусства главным его шедевром остается обед на вершине небоскреба. На самом деле это целая серия уникальных фотографий, сделанная в 1932 году. Фотографа, заслуживающего репутацию отчаянного смельчака, пригласили руководить проектом по фотофиксации строительства Рокфеллерского центра в Нью-Йорке. Возведение стен здания как раз подходило к концу, и строители работали на огромной высоте. Приглашенный фотограф удивил бывалых высотников абсолютным бесстрашием. Вместе с ними он ловко бегал по узким мосткам над бездной и делал снимки, цепляясь за арматуру. Многие из них являются постановочными, но от этого они не становятся менее ценными. Так Чарльз Эббетс, как настоящий художник, смог создать уникальную память о постройке исторического здания и о бесстрашных людях, которые его создали. Как ни странно, но уже в 20 веке детям легендарного фотографа пришлось доказывать авторство этих фотографий. Специальное исследование, проведенное в 2003 году, однозначно показало, что все эти фотографии были сделаны именно Чарльз Эббетс, Эббетсом. Однако в некоторых источниках до сих пор можно найти информацию о том, что автор снимков неизвестен. Создается впечатление, что смельчака-фотографа хранила сама судьба. При всех безумствах, на которые он шел, единственной серьезной травмой за всю его жизнь было повреждение позвоночника. Из-за этого Эббетса не взяли на фронт во время войны. Однако он принес гораздо больше пользы, обучая молодых курсантов аэрофотосъемки. После войны Чарльз основал в Майами рекламное агентство и, как всегда, добился успеха. Умер легендарный фотограф в 1978 году. Он не расставался с фотоаппаратом до конца своих дней, даже уже страдая от рака.